И снова выездное заседание на улице Молодежная. Правда, на этот раз взволнованные жители уже не встречают представителей администрации и застройщика. Напомню, в конце мая жители 126 таунхаусов остались без газоснабжения. Причиной тому стали нарушения в работе внутреннего квартирного газового оборудования. Его дальнейшая эксплуатация представляла опасность. На сегодняшний момент проблема решена полностью. Первый заместитель главы Раменского района Николай Воробьев поблагодарил жителей за понимание и терпение. Когда 30 числа мы сюда приехали, приехали с застройщиком и с Мособлгазом, конечно, нас встретили люди и с понятными требованиями, почему, зачем, как понять и так далее. Мы взяли на себя обязательства в самое кратчайшее время ликвидировать и пустить газ. И вот сегодня я должен констатировать о том, что и Мособлгаз, и застройщик ЮИТ сделали все возможное для того, чтобы вот этот праздник, который называется пуск газа, он произошел. Он уже, в принципе, мы его пускаем уже не сегодня, а уже три дня и, соответственно, пользуются газом. Постараемся, чтобы таких вещей больше не повторялось. В общем-то, ЮИТ-Московье, конечно, и администрации большое спасибо, что такие, в общем-то, короткие сроки сжатые, да, потому что грозились-то нас на три месяца отключить и делать это все в спокойном режиме, как они сказали, да, ребята. Но вот благодаря усилиям ЮИТ-Московье и администрации, я думаю, что благодаря им это все решилось у нас за месяц. Именно совместными усилиями удалось добиться решения проблемы в кратчайшие сроки, в один голос заявляют участники встречи. Были проведены работы по устранению самовольных изменений схем газопроводов. Для дальнейшей эксплуатации, с учетом пожелания жителей, проживающих в этих квартирах, уважаемым жителям необходимо заключить прямые договора на поставку газа с филиалом Раменская Межрайгаз. У нас было много обращений граждан и оплачивали всегда за граждан, оплачивала управляющая компания. С учетом вот таких пожеланий, сегодня появилась техническая возможность, реальная возможность с 1 сентября перейти на прямые расчеты с Мособлгазом. Со стороны застройщика исправили всю необходимую исходно-разрешительную документацию, провели ее в соответствии тем требованиям, которые требуются в соответствии с законодательством на сегодня. Хотелось бы сказать, что это была не столько вина застройщика, сколько изменение законодательства в соответствии с течением времени. Поэтому в настоящий момент полностью вся документация исправлена и газопровод уже функционирует в том состоянии, в котором он должен функционировать. Ну и самое главное, наверное, чтобы не повторилось подобные ситуации. Да, конечно, такие ситуации, безусловно, не должны повторяться. Для нашей компании они, наверное, являются скорее исключением. У нас, как правило, не бывает таких ситуаций. Мы всегда сдаем дома вовремя, мы всегда всю исходно-разрешительную документацию подбираем. Здесь, конечно, можно говорить о том, что это был нестандартный случай. До сентября 2017 года жителям таунхаусов необходимо заключить договоры с МОЗ «Облгазом». Для этого нужно прийти в управляющую компанию «Юит-сервис», где будет выдана инструкция по заключению договоров.